Восстание половина шестого. Добрый вечер. С новостями Эльвира Найманбаева и Виктория Антонишина. По итогам переговоров Нурсултана Назарбаева с премьер-министром Израиля Бенемином Нетаняху в Акурде подписано ряд межправительственных документов. Это соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства, декларация о намерении об освобождении от визовых требований владельцев биометрических паспортов, меморандум о взаимопонимании между авиационными властями, о сотрудничестве в сфере индустриальных исследований и госслужбе. Нурсултан Назарбаев и Бенемин Нетаняху обсудили возможности запуска прямого авиасообщения между Казахстаном и Израилем, а также более активного взаимодействия в областях медицины, образования, индустрии, инновации и туризма. Особой темой переговоров стали вопросы сотрудничества с сферой сельского хозяйства. Как известно, успехи Израиля в развитии аграрного комплекса очень огромные, впечатлительные, это признано в мире. Мы как-то перенимаем опыт потихоньку. Мы сейчас договорились о том, чтобы создать совместную рабочую группу, составить план, договор и дорожную карту. После окончательного подготовки таких документов мы с господином премьер-министром подпишем такой документ и начнем вместе работать. Вы правильно отметили, что нужно переходить от экономики, основанной на сырье, к новой экономике. И мы считаем, что это та задача, в которой мы можем вместе сделать многое. Мы хотим быть партнерами, особенно в трех сферах. Это сельское хозяйство, наука и технологии, безопасность и борьба с терроризмом. И здесь мы сформировали рабочую группу, и мы бы хотели, чтобы в рамках встреч этих рабочих групп были предприняты общие шаги на пути достижения нашего амбициозного плана. Инвестиционное сотрудничество обсуждает в столице предпринимателей Казахстана и Израиля. Форум с участием более 400 отечественных и зарубежных бизнесменов проходит в рамках визита премьер-министра Израиля Бениамина Нетаняху. Иностранным предпринимателям представили программу индустриально-инновационного развития нашей страны. Также они смогли подробнее узнать о льготах для инвесторов в Казахстане. Сейчас в республике работают более 100 предприятий с участием израильского капитала. Наиболее перспективными сферами сотрудничества бизнесмены считают инновации, агропромышленный комплекс и здравоохранение. С начала года товароборот между странами превысил 230 миллионов долларов. Мы экспортируем в Израиль нефть, серу, плоский прокат и тантал в основном. И импорт гораздо меньше. В основном мы импортируем сотовые телефоны и системы для полива. Израиль является одним из технологических центров в мире. И прежде всего интересно для казахстанских предпринимателей получить доступ к новейшим технологиям, которые можно здесь локализовать. Сразу несколько меморандумов подписали отечественные и израильские предприниматели в ходе бизнес-форума. Среди них есть договоренности сотрудничества в строительной, образовательной и продовольственной сферах. Одним из соглашений стало строительство в Казахстане университета высоких технологий. После получения подтверждения от правительства мы собираемся начать строительство университета. Его возведение займет примерно три года. Для работы в УЗИ планируется привлечь как израильских, так и местных специалистов. Главной целью станет трансферт высоких технологий в сферах информационных систем, медицины, сельского хозяйства из Израиля в Казахстан. В следующем году Международная организация гражданской авиации ИКАУ проверит авиабезопасность нашей страны. Об этом в ходе пленарного заседания в Можилисе рассказал министр по инвестициям и развитию. Напомню, в 2009 году в результате проверки Казахстан попал в черный список. И отечественные авиакомпании лишили возможности совершать полеты в Старый Свет. Чтобы привести законодательство в соответствии со стандартами ИКАУ, в профильном ведомстве разработали поправки по вопросам использования воздушного пространства. Документ обязывает отечественные воздушные гавани проводить досмотры на входе в пассажирские терминалы. При умеренном прохождении пассажиров в аэровокзале, это понятно, вы можете успеть проверить, понятное дело. А если вот часы пик, несколько самолетов улетает, вот здесь насколько эффективна будет работа тех органов, которые будут обеспечить безопасность от терактов и так далее. И насколько у вас возможности в техническом плане наших аэропортов, когда вот этот закон будет принят, особенно тогда, когда вот часы пик. В рамках бюджета, изменения бюджета текущего года и следующего года выделены средства аэропортом на усиление этой работы. Это досмотровое оборудование, периметровое ограждение, видеооборудование, сканеры и так далее. Мы готовим пять внеклассных аэропортов, вот к ближайшим мероприятиям, экспо, универсиады и так далее, специально именно досмотровую зону для того, чтобы не было проблем, когда большое количество рейсов. Помимо этого документ предусматривает штрафы до 200 МРП медикам, выдавшим пилотам липовые справки. Напомню, в июне стало известно, что в 2015 году выявлено свыше 80 случаев выдачи авиаперсоналу фальсифицированных медзаключений. Тремя месяцами ранее пилоты отечественной авиакомпании задержались наркотиками в аэропорту Алматы. Операцию провели после того, как он вернулся с рейса Москва-Алматы. Еще одно новшество, которое предусматривает законопроект, передача внесения квалификационных и специальных отметок свидетельства авиаперсонала легкой и сверхлегкой авиации некоммерческим организациям. Кроме того, регламентированы вопросы прямого применения стандартов ИКАО, а также других международных авиационных правил, к примеру, европейские стандарты. В соответствии с положениями МОГ планируется урегулировать вопросы так называемой мокрой аренды воздушных судов иностранных авиакомпаний казахстанскими авиаперевозчиками. Мокрая аренда – это аренда судна с экипажем. Таким образом, мы повышаем долю казахстанского содержания, а также обеспечиваем контроль за туристическими авиаперевозками с целью недопущения их срыва перевозок в наиболее пиковые периоды, как это было два года назад. В следующем году на обеспечение ветеринарной и фитосанитарной безопасности агропромышленного комплекса направят почти 5 миллиардов тенге. В словах экспертов, спецаппаратами против вредителей будут обработаны более 4,5 миллионов гектаров территории. На брифинге отметили, что на данный момент выявлены 11 видов особо опасных вредителей и 15 карантинных. На сегодняшний день на территории республики зарегистрирован ряд вновь выявленных карантинных объектов. По ним на сегодняшний день проводится анализ фитосанитарного риска. Более того, по ряду объектов нами сегодня проводится взаимная обмен опытом с международными государствами. Рассчитываем, что введение новых современных методов и методики, это применение трекеров, применение биологических методов борьбы, даст свой положительный эффект. В Словакии тоже в числе участников международной выставки Экспо-2017. Договор об этом подписали председатель правления нацкомпании Ахмеджан Есимов и комиссар национальной секции Словацкой республики Патриция Жачикова. Заключение договора расценивают как этап в развитии экономических отношений. Это важный шанс показать всему миру Словакию как промышленно развитую страну, отметил Есимов. Запланирован ряд презентаций словацких компаний в сфере строительства и модернизации энергетической отрасли, специальной технологии в области возобновляемых источников энергии. Напомню, международная специализированная выставка пройдет в Истане с 10 июня по 10 сентября следующего года. Ожидается порядка 5 миллионов посещений. Представителям семи государств уже переданы павильоны для наполнения контента. Береговая охрана Италии доставила в порт Кальяри на Сардинии свыше 800 африканских мигрантов, в том числе женщин и детей. Всех их спасли в Средиземном море, недалеко от Ливийского побережья. Также во время операции спасатели обнаружили 6 тел молодых женщин. Всего в этом году, по данным Международной организации по миграции, в Италию по морю прибыли более 176 тысяч беженцев. Национальное собрание Франции утвердило законопроект о продлении режима ЧП, введенного в стране после парижских терактов 13 ноября 2015 года. В связи с сохраняющейся террористической угрозой особый режим продлевают еще на 7 месяцев, то есть до середины июля 2017. В общей сложности законопроект, представленный новым кабинетом во главе с премьер-министром Бернаром Казневым, поддержали 288 депутатов, против проголосовали 32, пятеро воздержались. Уже завтра документ поступит на утверждение Сената. В преддверии Дня независимости в Казаларде сдали в эксплуатацию новый мост. Это одна из трех переправ, которые возводят по программе освоения левобережной части города. Сооружение длиной почти 400 и шириной 24 метра свяжет старую и новую части областного центра. На его строительство потратили около 6 миллиардов тенге. С вводом моста начнется активная застройка левого берега, где на территории в полторы тысячи гектаров разместят социально-административные, производственные и жилые объекты. При строительстве моста использовано до 80% отечественных строительных материалов. Было создано около 600 рабочих мест, 150 специалистов из числа местных жителей. Переправа обеспечит четырехполосное движение автотранспортных средств. Грузоподъемность до 180 тонн. И хотя гарантия 5 лет, мост прослужит до 100 лет. Прямая трансляция на нашем канале начнется в 11 утра. В стенах Национальной академической библиотеки к однему независимости представили новые книги, посвященные становлению страны. Это произведение народного писателя Абиша Кикельбаева и сборник о достижениях и победах Казахстана. На презентации патриотических произведений собрались видные деятели культуры, писатели и поэты. Эти книги увидели свет благодаря республиканской газете «Егемен Казахстан». Я уверен, произведения внесут большой вклад в развитие духа патриотизма среди молодежи, любви к родной земле. Очень хорошо, когда такие книги издаются и доступны широкой массе населения. Я бы рекомендовал каждому прочесть их. В Шемкенте воспитанники детских домов, ребята из социально незащищенных семей получили подарки от президента. Их прислали специально ко Дню независимости. Маленьким южноказахстанцам их в торжественной обстановке вручила Аким области. Дети попали в волшебный мир сказки, пели и танцевали вместе с героями любимых произведений. До Нового года участниками таких благотворительных акций станут еще тысячи ребят. Я сегодня получил куртку, свитер, спортивную и зимнюю обувь. Очень рад такому подарку. Сам мечтаю, когда вырасту, стану строителем. Подарю своему городу красивые дома и внесу свой вклад в процветание своей страны. Клянусь. В селе имени Баужана Мамушулы Жамбулской области на 25 гектарах высадили 25 тысяч деревьев. Посадкой сельчане занимаются с начала года. А в честь торжественного открытия аллеи почетных граждан на ней появились более 2000 молодых саженцев. Здесь увековечены имена 150 человек, которые внесли вклад в развитие родного края. Среди них ветераны Великой Отечественной, академики, спортсмены. Аллею при совместном участии госорганов и предпринимателей возвели почти за три месяца. У нас большое светлое будущее. Все в руках молодежи. Именно ей уделяется должное внимание. Поздравляю всех с приближающимся праздником Днем Независимости. Пусть Казахстан всегда будет процветающим государством. Объект расположен вдоль автомобильного коридора Западная Европа, Западный Китай. И не случайно, чтобы любой желающий мог им любоваться. Считаем, что это большой пример для молодого поколения. В будущем именно молодежи предстоит продолжить наш путь. Достойно трудиться на благо и развитие суверенного Казахстана. В Актау прошел молодежный форум с участием более 600 делегатов со всего региона. Представители образования, медицины, Ассамблеи народа Казахстана, артисты, спортсмены и многие другие обсудили актуальные вопросы и предложили пути их решения. Почетным гостем стал министр по делам религии гражданского общества Нурлан Ермикбаев. Он отметил, что подобные встречи укрепляют сплоченность и патриотизм молодежи. Также министр участвовал в торжественном вручении ключей от квартир. В преддверии Дня Независимости в Актау 240 семей отпраздновали новоселье. Два многоэтажных дома по 120 квартир возвели в рамках госпрограммы развития регионов 2020. 60 квартир в одном из домов получили вкладчики жилстрой Сбербанка, остальные очередники, в их числе группа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня в очереди на получение жилья стоит около 5000 человек. Свыше 2000 относятся к категории социально незащищенных. В этом пока все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok